Девочка-пай Девочка-пай В череплоге горящие кости Тело в огне В огне красной злости И снова с улыбкой Ты снова один Я любуюсь картиной Любитель картин На картине огонь Готер в темной ночи Представляется сон За словами простей В темные буквы Встретит сколько страх Не будь дураком Не смотри на меня Я пылаю, горю, прогораю Что за жизнь получил В тот момент Потеряю Один только шаг В поглядное пламя Поднимусь над костром Буду красная стая, я стою искать, Иска, когда меня больше нет. Даже кости сгорели до сла, Сгорели все мысли, Сгорели слава, Меня больше нет, Все, что было, сгорело до сла. Сгорели слава, Меня больше нет, Все, что было, сгорели до сла, Сгорели слава, Меня больше нет. Всем привет, дорогие друзья, это Музыкальный Экспресс на канале Фурманов ТВ. Сегодня у нас роковое настроение, сегодня у нас в гостях, точнее, наверное, будет правильнее сказать, мы в гостях у группы Некроникс. Информационный повод очень такой приличный, очень такой радостный, потому что совсем недавно группа Некроникс стала лауреатом в номинации «Хард-рок», если я не ошибаюсь, да, Всероссийского фестиваля «Рок Февраль», дорогие друзья. Вот видите, у нас такие вот группы в Фурмановском рок-клубе. Следует сказать, что вот недавно в нашей передаче была группа «Гэн Геос», девчонки действительно пушечным выстрелом взорвали тоже Иванова, победив и став лауреатами на фестивале «Школьный рок». И вот сегодня у нас Некроникс. Всем привет! Во-первых, ребят, как настроение? Отлично! Отличное настроение, микрофончик можно поднять повыше. Ну, давайте начнем прямо с названия «Почему Некроникс?», откуда оно взялось, кто придумал и так далее, кто будет отвечать? Вообще, мы долго думали над названием, и как-то у нас все не связывалось. То есть сначала были названия какие-то панкушные, потом фолковые, это уже к Данилу претензии, и потом барабанщик выдал слово какое-то непонятное «Некроникс». И что оно значит? Это секрет. Секрет или вы не знаете? Нет, мы знаем, но это на самом деле секрет, который останется с нами. Причем секрет только до своих. Так, в общем, не раскроет секрет нам группа. Давайте, ребят, знакомьте телезрителей вообще с вашей группой, как, кого зовут, кто будет, или сами представляйтесь. Я Данил Васешенков. Я вокалист и гитарист группы «Некроникс». Это Артем Апарин, он бас-гитарист, он может рассказать сам о себе. Я еще и бэк-вокалист. А это Андрей Ермолин, наш отличный, прекрасный барабанщик. Это Анастасия Уводова, она прекрасный соло-гитарист. И вообще мы группа «Некроникс». Это мы одно целое. Ну вообще сразу интересно, вот у вас в группе девушка, да? Прилично играешь, собственно говоря, на гитаре, да? Честно сказать. И где-то, может быть, ты училась или вообще как ты оказалась в группе «Некроникс». Да, как раз я училась до шестнадцатого года, год, один год. Затем меня сюда привез, да, Олег, мой дядя, к Олегу Ешкутову. И, собственно говоря, мне удалось с ним поработать несколько лет и перенять, как это сказать-то, навыки игры на гитаре. Хорошо, ну вот я так понимаю, что вот стиль, в котором вы играете, хард-рок называется, да? В случае нет. Нет? У нас нет определенного стиля. У вас нет определенного стиля. Давай, интересно. Вот первая песня, которая сейчас только что прозвучала, все телезрители ее могли видеть. Эта песня была помесь фолка и хард-рока такого. То есть она тоже солянка. Просто солянка из всех направлений музыки. Дальше звучало... Что звучало? Дальше не надо. Хорошо. Я понимаю. Ладно, ребят, я вот просто знаю, что вы еще помимо того являетесь участниками двое, да? Группы-лицы, да? Да. Вот как вообще уживается вот это внутри, вот этот вот рок и зеленая карета? Вот это бывает сложно на самом деле. У нас как раз вот, когда проходил рок-февраль, у нас был отборочный тур первый, который был в машиностроительном колледже. А потом у нас должен был быть концерт вокальной группы-лицы в администрации. Мы пришли, и мне было настолько сложно адаптироваться. Я просто так и хотел начать... Ты чуть не запел, да? Да, да. Своим. А у тебя как? Ну, на самом деле это очень интересно участвовать именно в таких вот разных проектах. Быть в группе-лицы, где поют такие более классические произведения. Участвовать в группе, которая поет рок. То есть это разноплановость, и это очень интересно. Андрей Ермолин, барабанщик группы, да? Ты в лицах не участвуешь? Нет, я в лицах не участвуешь. Как ты попал в группу, и вообще что ты ощущаешь, когда так зажигаешь на барабанах? Вообще я из Иваново. Я приехал сюда три года назад и попал в космос сначала. Ну, в смысле в группу-космос? В группу-космос, да. Нет, в творческое объединение «Космос». А, хорошо. Поиграл там. Я думал, как Гагарин. Получился у Саши Макарова, он мне много чего показал. Потом увидел группу ТТ, ну и до сих пор я оттуда как бы и не вышел. Ну, удачно попал, да? Удачно попал, я бы сказал, да. Ну и как вообще ощущение, когда вот ты вот на барабанах так вот... Драйвовый, ну, меня прет, помогает какую-то выбить из меня всю дурь. Которой много, да? Которой там много, да. Просто ты так сказал, как будто у тебя... Так, хорошо, я понял. Дальше мы не продолжаем. Ребят, авторы песен, автора, да, дайте в студию. Авторы песен, кто у вас? Я так понимаю, что своих песен у вас пока что три, да? Музыку мы пишем все вместе полностью, общим трудом. Текст мой всех этих трех песен. А как музыка общим трудом? То есть, я понимаю, аранжировку можешь сделать общим трудом. А музыка, то есть, кто-то куплет, кто-то припев, или вы потом вместе как-то собираетесь? Кто-то басист напишет свою басовую партию. Кто-то гитарист пропишет свой ритм, свою вокальную партию. Вообще, все риффы придумывает Настя. Она начинает... Она начинает... Они телестят сейчас, да? Нет, нет. Ну ладно, я ритм. Она... Ну ей, да, может. Не, я просто рассказываю, как это все происходит. Она запиливает основную тему на гитаре. Потом подключаюсь я, Тёма, Данил. Данил пишет текст. Ну его обычно, у него есть всегда текст в кармане. Я не знаю, как это происходит, но у него много там... Словка, но я не понимаю. Да. Вот, ну вот так вот происходит. Смотрите. Шок. Особо не готовились. Приехали, чтобы проиграть. Это я подсмотрел в репортаже с Ивановской телевидения, в интервью, которое давала Настя. Действительно так? По сути, да. У меня идея какая была? Просто съездить на концерт, чтобы Данил с Артёмом почувствовали другую сцену других зрителей. Потому что как бы здесь-то уже прижилось всё. Ну как бы и с другой стороны нет, потому что люди новые приходят. А там совершенно другие люди, другие коллективы. И как бы и других посмотреть тоже хочется. И вот своё показать. По сути. И как бы вышли, выступили. И получилось так, что мы и финал-то прошли, а и с финала выиграли как-то. Вот. Да не поверю никогда, что вы поехали проиграть. Ну как так можно? Всегда же едешь, когда стремишься к победе. Так было или нет? Нет. Мы хотели победить. У нас было желание победить, но у нас, как мы думали, не было сноровки той, чтобы победить. Правильно? Мы с Артёмом дух рок-н-ролла познали позже всех, кто здесь сидит. У тебя подтяжки такие рок-н-ролльные. Ну, как без них. Я без них уже как без рук. Вот. Типа. Мы пели в лицах, мы пели на большой сцене, но чтобы прыгать, скакать на сцене и... Но тут не только надо скакать, тут ещё нужно играть, ведь, да, и петь, соответственно, в стиле. Дух рок-н-ролла — это необъяснимость. А может быть, Артём объяснит? Дух рок-н-ролла присутствует в тебе? Да, во мне присутствует дух рок-н-ролла. Это... Ты так унылась, красиво. Да, во мне присутствует. Это, на самом деле, во мне много вот этой энергии, которую хочется куда-то девать. И вот я живу от концерта до концерта, потому что, правда, хочется выйти вот на такую сцену, поиграть на гитаре, покачать головой. Вот. И насчёт рок-февраля, куда мы ездили, да, мы ехали туда, ну, не с целью победить, а, опять же, это было ради опыта и ради эмоций. То есть мы ехали туда, чтобы просто повеселиться и отжечь на сцене. Повеселились, отожгли, жюри объявляло результаты, вы, лауреаты, что чувствуешь? И случайно победили. Вначале мы обрадовались. А потом стало грустно. А потом стало грустно, потому что у меня работы пока что, пока я ещё не учусь. И было сложно совмещать это всё. Просто всё навалилось вот так вот кучкой. И, Настя, решай, давай, как-нибудь. Ну, всё решилось, мы выиграли, и мы очень рады, на самом деле. Давайте, рассказывайте, о чём песня. Сейчас прозвучит песня, которую как раз вот вы показали на рок-феврале. Расскажите, о чём она. Эта песня построена полностью на метафорах. Кто-то её может понять, как песня о яром мотоциклисте, которому в кайф дорога. А кто-то может увидеть в этой дороге дорогу жизни, пути, трава по краям. Это люди, которые проходят вдоль этой дороги. Очень двоякое мнение. У меня у самого нет точного понятия, о чём эта песня. Так текст твой, я так понимаю, да? Текст твой, да. Музыка группы Necronix, дорогие друзья. А называется как она? Ночь. Друзья, погружаемся в ночь вместе с группой Necronix. Друзья, погружаемся в ночь вместе с группой Necronix, дорогие друзья. И вновь. Так и проходит за горы. Режу на черсти ночную дорогу. Пары машин слепят мои глаза. Что будет дальше известно лишь Богу. А по краям Над головой летят мертвые птицы Тепчет наука ночная флаг Поднимись на ноги, все как обычно Просто сегодня хуже, чем тюля Лежу на час и ночную дорогу Воры машин слепят мои глаза Что будет дальше, известно лишь воздух А по краям Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Режу на час и ночную дорогу Воры машин слепят мои глаза Что будет дальше, известно лишь воздух А по краям Все так же раскроет Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok